Всем привет! Вы на канале Ромита, я Вика, ведущая канала. 14 февраля – известная дата, многим знакомая как День всех влюбленных. Кто-то эту дату отмечает и радует своих вторых половинок вниманием, заботой и подарками. Другие и вовсе за события не воспринимают. Любите вы эту дату или нет – решать вам, но это как минимум еще один способ порадовать своих близких. Поэтому я сегодня покажу вариант классного сладкого подарка своими руками и подойдет он абсолютно на любой повод. Будем делать шоколад и шоколадные конфеты. Кстати, а вот в Африке в Гане 14 февраля отмечают не только День всех влюбленных, но и национальный День шоколада. Чем не повод приготовить вкусности? Шоколад и конфеты будем делать без сахара и исключительно с натуральными ингредиентами. А меланжер Ромит Классик поможет на всех этапах создания самого вкусного домашнего шоколада. И создание шоколада – наш первый этап. Для него мне потребуются какао-бобы, в нашем случае крупка, немного стевии и масла какао. Самый качественный помол какао-бобов дает именно меланжер. Это мельница с каменными жерновами. В ней любой шоколад, арахисовые пасты или урбечи получаются максимально однородными. И работать такой прибор может 24 часа. Шоколадье оценят. Чтобы сократить время работы меланжера, я решила прогреть какао-бобы немного во фритюрнице. Так из них выйдет больше масла при измельчении. Вы можете те же манипуляции сделать, например, в духовке. Загружаем, выставляем 100 градусов 10 минут. Далее все для той же цели помещаем крупку в блендер. У меня Рамит Модерн. И еще немного измельчаем. Теперь черед какао-масла. Его растопим на водяной бане так, чтобы температура нагрева была не более 60 градусов. Теперь подготовим меланжер. Смазываем гранитные жернова какао-маслом и затем небольшими порциями загружаем все ингредиенты друг за другом. Какао-крупку, затем какао-масло и немного стевии. Повторяем процесс, пока не закончатся все составляющие. Оставляем меланжер на 10 часов. И пока он работает, у нас есть время, чтобы заняться начинкой. Она, конечно, может быть самая разнообразная. Это могут быть фрукты, орехи, ягоды. Их можно засушить и использовать как целиком, так и нарезать, спустить в крошку или даже в порошок. Я возьму дегидратор и засушу клубнику, замороженную вишню, немного фундука, кешью, ананас и апельсин. Предварительно я залила все орехи на несколько часов, чтобы активировать в них пользу. Клубнику нарезаем и выкладываем на сетку дегидратора Ромит Классик. Он как раз подойдет для небольших порций. Повторяем те же манипуляции с апельсином. Далее ананас. Его очищаем и режем на полукольца плюс на небольшие кусочки, чтобы после сушки было удобнее их нарезать. Следующие орехи. Фундук, грецкий орех и кешью выкладываем на поддон и загружаем. Замороженную вишню предварительно размораживаем до комнатной температуры, сливаем лишнюю жидкость и выкладываем на поддон. Ставим дегидратор на 45 градусов 10 часов. Итак, прошло чуть больше 12 часов, наш шоколад превратился в супер народную массу. Дегидратор также закончил свою работу. Это значит, то, что настало время для создания шоколада, конфет и различных украшений. Меланджер в свое время пока что не выключаем, так как нам нужна одно температура и шоколадная консистенция. Достаем все из дегидратора. Клубнику часть оставляем на украшение, часть измельчаем в крошку в мини-блендере и часть измельчаем в порошок. Ананас также часть оставляем на украшение, часть измельчаем в крошку и часть просто нарезаем ножом. Кешью измельчаем в мини-блендере до состояния почти порошка, а фундук оставляем крошкой. Затем подготавливаем все емкости. Их необходимо тщательно промыть с мылом перед загрузкой или протереть спиртом, чтобы поверхность шоколада после застывания получилась максимально гладкая. Во вторую емкость выкладываем клубнику крошкой плюс ананас крошкой, а также клубнику в чистом виде и ананас в чистом виде. Тут уже дело за вашей фантазией, начинка может быть любая. Кстати, а вы знали, что на шоколаде можно неплохо заработать? Готовую бизнес-схему предложили вам в отдельном ролике. Теперь самый ответственный момент – темперирование шоколада. И для него нам потребуется сам шоколад. Он должен быть в пластиковой емкости, стекло не подойдет, так как оно очень быстро нагревается и медленно остывает. Далее нам нужен специальный прибор – пирометр. Он покажет точную температуру. Также нам потребуется лопатка для перемешивания, стеклянная емкость с водой для того, чтобы шоколад наш остывал в нужный момент. И делать мы все будем на водяной бане. Первый этап. Из температуры шоколада 40-45 градусов нам нужно остудить его до 27 градусов. Выливаем в пластиковую емкость шоколад. Удобно, что в меланжере чашу можно наклонить и жидкость самостоятельно выльется без лишнего труда. Далее опускаем емкость в холодную воду и остужаем до нужной температуры с помощью пирометра. А еще постоянно помешиваем, так как на стенках шоколад остывает раньше. После этого ставим на водяную баню и нагреваем темный шоколад до 32 градусов. Затем выливаем содержимое в кондитерский шприц и аккуратно заливаем все в наши формы. В конфеты начинку я выложила заранее, а вот плитки шоколада будем украшать после заливки. Но рекомендую заранее подготовить все ингредиенты, чтобы успеть украсить до того, как шоколад застынет. Проявите всю вашу фантазию, близкие оценят. Также помимо шоколада и конфет я еще решила сделать шоколадные батончики. И для этого в форму выкладываем дольки 2-3 мандаринов, 100 граммов грецких орехов и все заливаем шоколадом. Сверху украшаем по желанию. Отправляем в холодильник минимум на 15 минут. Как только время прошло, достаем из форм конфеты и шоколадные плитки. Кстати, оставили в описании для вас промокод 50% до 14 марта на покупку нашей специальной формы для шоколада. А шоколадную заливку нарезаем на порционные шоколадные батончики. Шоколадный стол готов! Вот такая красота у нас получилась. А вы, кстати, пробовали делать шоколад самостоятельно дома? Если пробовали, то пишите в комментариях, что у вас получилось. А я пока попробую то, что получилось у меня. И, наверное, начну... Нет, не с этой. Хочу конфетку попробовать. Пробую с конфетки. Очень интересный вкус получился. Те, кто любят горький шоколад, оставляйте именно такую консистенцию. Именно сахарозаменителя. А те, кто любят послаще, то рекомендую немножко добавить. А так получился как такой истинный настоящий горький шоколад. И за счет того, что мы добавили немножко нашей посыпки в виде сушенок, отлично такой кислинкой оттеняет вкус. По-моему, получилось классно. От меня точно лайк. От вас, надеюсь, тоже. Поэтому я считаю, эксперимент удался. Теперь посмотрим на шоколад. Его я есть уже не буду, а просто проверим по структуре, какой он. Как видим, консистенция получилась также очень однородная. И шоколад полностью готов. А я хочу попробовать еще шоколадные батончики, которые у нас получились. Они были сделаны с мандаринами и грецкими орехами. Отличный вкус. Мандарин супер классно дает такую сотковинку и оттеняет вкус горького шоколада. Ну и грецкий орех с шоколадом тоже отлично сочетается. Всем рекомендую. Буквально пару движений и залил шоколадом, и вот уже новый десерт готов. И он по-настоящему вкусный и натуральный. Не то, что в магазинах продается. Как оказалось, делать шоколад не так уж и сложно и намного полезнее и бюджетнее, чем, например, покупать, как я уже сказала, в магазинах. А еще в нашем шоколаде нет ни грамма сахара. При этом он будет отличным подарком на 14 февраля. И, конечно, святой Валентин это не наш святой, и праздник этот не наш. Но разве не здорово, что есть такой день, который хоть и противоречиво, но напоминает нам о том, что любовь это великая сила. И чтобы вам не пришлось говорить о том, что это не наш праздник, мы запускаем гиф и предлагаем вам лучше написать о том, какой самый запоминающийся подарок вы когда-либо получали. А мы, в свою очередь, среди всех комментариев под февральскими роликами, включая этот, разыграем рандомно мойку воздуха. А еще разыграем два дополнительных приза. Это нож и датчик воздуха за самые интересные комментарии в феврале. А для тех, кто заинтересовался, у нас сейчас действует специальное комбо-предложение в феврале. При покупке меланжера и ирригатора или меланжер плюс дегидратор вы можете сэкономить от 5 до 9 тысяч рублей. Все подробности в описании. Экспериментируйте и вы, радуйте своих близких прежде всего вниманием и заботой, ну и, конечно, подарками, которые сделаны собственными руками. Это особенно приятно. Если ролик был полезен, жду ваших лайков и подписки. А с вами был канал Рамит, и я Вика. До новых встреч!